Всем привет, друзья! Сегодня приехал в легендарные места. За моей спиной знаменитый Челковский мост. Места проведения массовых зимних соревнований по спиннингу. Зимний и весенний хищник. На этой акватории очень давно не был. Очень хотелось ее посетить, попробовать половить, что я, собственно говоря, сегодня и сделал. Вода в прибыли. Два дня было очень тепло. Текли ручьи, все грязь, весь мусор принесло в реку. Но прозрачность вполне рабочая. Ловить можно. Надеюсь, рыба сегодня будет клевать и получится ее поймать. Ну что ж, пойду ловить. Че только не поймаешь на москварике. То пакеты клюют. Сегодня вот попался первым пучок перцев. Пучок перцев вообще. Портвейн три семерки он плывет. О, подвисло. Блин, я уже хотел выматывать. И вот он подвис. Кто-то маленький. Ха-ха. Бершик или судачок? О, е-мое. Напильничек. А я бы матывать хотел уже. Прям в канавке клюнул. Давай бабушку позови. Вот, есть. Нормально. Прям придавило под берегом. Это что-то покрупнее. Башкой трясет как-то. Зло судак, походу. Да, похоже. Хороший судак. Че-то, надо как-нибудь. Нет, 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 нет. Не заводи за бровки. Вау. Вот это рыбка, я понимаю. Вот это красавец. А? 20 грамм с хорошей поклевкой. Слушайте, это, наверное, задвушничек, наверное. Слушайте, ну вот, хожу, ловлю. Вот, пришел, начал пробивать канаву. На выходе из канавы сначала попался маленький судачок. Причем под ближней канавкой. Потом была еще поклевочка. И третий заброс, уверенный такой удар. Причем прям вообще недалеко от берега. 20-ти граммовый джиг с виброхвостом. Такой четкий бум. Такой приятный судак. Я думаю, наверное, двушник. Может быть, чуть побольше сейчас завесим. Мне нравится, хорошее начало, весенний, приятный денек. Такой красивый Леонидович. Прям потрясающий был. Друзья, сейчас вытащим у него приманку, взвесим и домой его отпустим. 1,9 кг. Весенний большой погрешник. Ну, поддвушник. Нормально, приятный судак размер. Размер-то такой уже, весенний. Ну что, пойдем тебя отпустим, братан. Вот в такой вот грязище он попался. Мусор плывет. Ну, на дне ему, наверное, нормально. Весенний судак. Пусть плывет домой, не рестится. Надеюсь, еще отойдет. Вроде такой живой, бодрый, нормальный. Так. Все хорошо, братан. Пока. Супер. Хорошее начало рыбалки. Я думаю, сейчас еще поймаем, куда он денется-то. Погода хорошая. Поклевка злая. Судак клюет явно. Сейчас будем дальше продолжать. Хороший судачок. Ambition X молодец, справился. Без проблем. Приятно. Башкой так трес он, прям зло так. Есть. Акунь вот такой, нормальный акунь. Для этого место нормальный акунь. Оп. И-и-и-и. Вот половил на джиговые приманки. Здесь достаточно интересное место. Жесткое дно. Бугры и свал в канаву. На джиг удалось здесь поймать. Потом поклевки перестали. Я походил, погулял по реке. Больше поклевок не было. Решил вернуться и повесить тяжелый отводной. И бросать его достаточно далеко. И вот на втором забросе такой окунек попался. Я думаю, он там не один. Сейчас мы его отпустим, продолжим дальше ловить. Есть. О, нормальный акунь. Все, 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 все. Тихо, тихо, тихо. Хорошая такая поклевка была. Перестал сопротивляться. О, хороший. О, хороший. Ой, красавец, а какой. Весенний, толстый. Опа. О какой. Поочередной окунек на отводной поводок. Стихами заговорил. Очень приятная, хорошая поклевка и бодрое сопротивление. Вот стоит на месте, на джиг не реагирует, на отводной, пожалуйста, три заброса, два окуня. Продолжаем. Есть. Да, сидит кто-то. Странное как-то сопротивление. Если это окунь, может он засекся как-то непонятно. То, что это рыба, это точно. Скушал. Просто зацепился, наверное, как-то. А, он зажрал просто глубоко. Поэтому крутится, вертится окунь смешной. Оп. Ну да, он за краешек рта, поэтому он и крутился. Сейчас многие, наверное, смотрят и задаются вопросом, а что это Вихров поставил отводной сегодня, а не каролинскую оснастку. Все очень просто. Всегда нужно понимать, где применять ту или иную оснастку. В данном месте нужно делать максимально дальний заброс, очень далеко. Здесь преимущество отводного поводка неоспоримое. Он летит дальше, летит лучше. Второй момент. Здесь достаточно далеко от берега идут бугры и резкие бровки. Я теоретически могу здесь ловить и на каролинскую оснастку, повесив достаточно тяжелую пулю. Но здесь будут сразу минусы. Потому что на затаскивании на эту жесткую гряду, скорее всего, каждый второй заброс каролину я буду отрывать. А отводной поводок, благодаря конусности груза и самой оснастке, проходит гораздо лучше. Поэтому я тем самым убираю все проблемы ловли и ловлю на отводной. Еще есть некий нюанс, даже отводной, видите, он цепляется. Еще есть некий нюанс в том, что каролина, эта приманка, оснастка, вернее, лучше работает на стаскивании с каких-либо бугров. Здесь же я постоянно начинаю затаскивать на эти гряды. И в этом случае отводной поводок всегда лучше. В общем, здесь такое место, что отводной здесь, конечно, гораздо лучше будет работать, чем каролина. Именно поэтому я его и поставил. Все достаточно просто. Оснастка с тройным вертлюгом. Груз 22 грамма у меня стоит. Метровый поводок. Дыкоевский овсетник. И свимимпак. Двушечка. Москва, эко мой, любимый домашний водоем. Больше половины времени я провожу именно на этой реке. И вот сегодня нахожусь на рыбалке, смотрю на весь тут мусор, который плывет. Сердце обливается кровью. Вот просто настолько вот ловишь в помойке. И я даже не представляю, как люди отсюда забирают рыбу и употребляют ее в пищу. Просто ужас. Не знаю, что сказать. Просто посоветую всем тем, кто любит эту речку и ловит. Давайте будем меньше мусорить. Не выбрасывать пакеты, бутылки и вообще прочий-прочий мусор по берегам. Сейчас начнется половодие. Это все поплывет. Это картина просто ужасающая. Я думаю, никому не нравится такая картинка в кадре. Поэтому давайте бережнее относиться к природе, друзья. И беречь ее. Что это такое? Не понял. Рыба какая-то. О, блин. Так и не скажешь. Какой злой, смотри, а. Опа. Вот так вот мандулочка сработала. Кидал 24 грамма вдаль. Поклевок не было, были какие-то небольшие контакты. Облегчился 18 грамм, поставил небольшую мандулку и со второго заброса вот такой вот, наверное, полкило судачок попался. У нас солнце высоко еще. Я думаю, что рыба не последняя. Этого аккуратно снимаем. Домой. И ловим дальше. Плыви, гацинбай. Есть. А, на изи шайнер клюнул. На изю. Приманочку-то поменял. Смотрите, сработало. Кто там? А, нормально че. Судачок. Ой, молодец, самый плохой. Супер, че, место запрессованное, но при этом рыбка все равно клюет. Мне кажется, пройдет еще там 50 лет, если река останется, будет существовать, будет клевать и дальше. Главное, отпускать ее всю, и будет все хорошо. О-хо-ха-ха! Чтоб я да без рыбы пакет, да ни в жизни видать. Всегда и везде рыба пакет. Белый, зеленый, блин, какой только не клюет. Поймал, на берег отпусти. Вот это нормально. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, хороша чертовка! Иди ко мне! А-а-а! Ой, красавец! А-а-а! Килишничек, наверное. Заел-то, а! Все-таки, скорее, я тебя поймал, братан. Поймал тебя. Вот так вот. Офигеть! Сегодня был прекрасный весенний день. Солнечно и тепло. Абсолютное безветрие. Солнце сейчас близко к закату. Очень красиво. Просто потрясающе. Сегодня ловил в известных местах Чулково. Ловил на джиг, на отводной поводок. Поймал и судачков, и окуней. Рыба есть. Рыбу ловить можно и нужно. Отпускал ее всю. Получал от этого еще большее удовольствие. Единственное, это мусор. Мусор сегодня плыл просто в каких-то катастрофических размерах. Хочется сказать, друзья, давайте беречь природу. Отпускать пойманную рыбу и не мусорить по берегам. Потому что это портит вообще общую картину. Портит настроение, когда ты ловишь реально в помойке. Я думаю, никому неприятно ловить на любимом водоеме, как мне, в таком мусоре. Давайте бережно относиться к природе и к пойманной рыбе. И будет у нас все весело и здорово. Красивый закат, чертовски. На сегодня все, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова